Продолжение следует... Я, как меня уже Егор Юрьевич представил, я профессор университетского колледжа Лондона и в то же самое время я сейчас и профессор Алорского государственного университета имени Тургенева, где мы основали лабораторию по программе Мегагрантов. Но прежде всего, прежде чем я начну, я напомню, собственно говоря, что такое свободные радикалы, активные формы кислорода, потому что мы всегда об этом говорим и это уже превратилось в какую-то немножко догму. Просто напомнить, какие существуют, что активные формы кислорода не всегда свободные радикалы, то есть в то же самое время и свободные... То есть основные свободные радикалы и активные формы кислорода как-то указаны на этой схеме, пусть она далеко не идеальная, но в принципе дают какое-то представление о том, что же такое активная форма кислорода. И мы очень часто забываем, что большинство из них, такие как, допустим, суперокситонион, имеют достаточно короткое время жизни, одна наносекунда или меньше. То есть и поэтому, когда очень часто мы говорим про то, что существует целый каскад превращений, он действительно существует в клетке и такие, как существуют различные ферменты, участвующие. И как раньше предполагалось, что это исключительно, скажем так, антиоксидантная система, но она похожа больше, наверное, в систему, которая участвует в выхислительно-восстановительной сигнализации или так называемом редокс-сигнале. То есть так вот, как, допустим, фермент супероксид дисмутаза могут переводить это в гидроперекись, гидроперекись более долгоживущая и активная форма кислорода и, по сути дела, скорее всего, может использоваться как раз как сигнальная молекула. Но в то же самое время сигнальная молекула может приводить и к чему-то более страшному, то есть в реакции Фентона образовывать гораздо более опасные, скажем так, активные формы кислорода, которые могут приводить и к окислительному стрессу. Но мы помним еще об одной очень важной молекуле, которая, кстати, играет огромную роль в ишемическом повреждении и, наоборот, в регуляции, в защите нас от окислительного повреждения при ишемии. Это оксид азота, который, опять же, хочу напомнить, что он образуется у нас в ряде реакций, то есть очень часто, ну, то есть и изначально это было обнаружено в различных НО-синтетазах, которые синтезируют его из предшественника элоргинина. Но в то же самое время сейчас все больше и больше доказательств, что существуют еще другие источники производства оксида азота. И что важно, что комбинация оксида азота с супероксидом приводит к образованию очень токсичной молекуэта пероксинитрит. Но и когда мы говорим, собственно, об ишемии, я думаю, что вот тут начинается, ну, пожалуй, одна из проблем, которая связана, по сути дела, наверное, уже не даже, что такое ишемия, а можно сказать, что это больше уже какие-то характеристики, которые ученые сами ставят какие-то рамки, ну, в принципе, нужные рамки на самом-то деле. Но это рамки связанные, то есть, что мы можем считать гипоксией, что такое, собственно, ишемия, что такое аноксия. Ну, с аноксией все немножко проще, то есть, это совсем без кислорода. А что такое, что у нас является порогом ишемии, что такое гипоксия и тому подобное. Ну, вот, при этом, это вот удивительно, что вот эта вот градация, она существует достаточно такая неясная. Не то, что неясная, она ясна для определенных ученых, для самих себя, но она вызывает очень часто споры. При том, что существует вот, при том, что ишемическое повреждение вовлечено в большое количество заболеваний, но из-за того, что, в принципе, опять же, вот я работаю непосредственно с мозгом, с нервными клетками и их окружением. Поэтому, в принципе, я сегодня буду больше рассказывать об ишемическом повреждении головного мозга. И всегда вопрос, то есть, очень долго в ишемии одной из главных причин считался, ну, так называемая, кстати, токсичность, когда происходит выброс глутамата и запуск, в принципе, всех реакций, то есть, связанных с перевозбуждением нервных клеток. Но при этом совершенно непонятно, почему, допустим, очень часто антиоксиданты начинают срабатывать при защите от ишемии. Плюс, дополнительно, когда мы говорим про ишемию, мы должны не забывать, что практически блокируется окислительное фосфорилирование очень часто. И теоретически должен быть недостаток АТФ. Поэтому давайте разберемся, чем же вызвано, к примеру, повреждение. Ну, то есть, с одной стороны, мы можем говорить, что самым надежным средством может быть лечение антиоксидантами, но по-настоящему ни одна такая вот ярко применяющаяся антиоксидантная, скажем, терапия, она не имеет никакого такого долгосрочного, скажем, защитного эффекта. И начнем с того, что, в принципе, измерять активные формы кислорода можно достаточно большим количеством к настоящему времени зондов. Все они имеют огромное количество недостатков. Пожалуй, это одно из больших недостатков. То есть, сейчас существуют уже и прекрасные зонды, которыми можно измерять активные формы кислорода. Ну, в принципе, вообще редокс изменений при трансфекции клеток. Но и как, опять же, тут основной недостаток, пожалуй, их PH-чувствительность, которая имеет огромную роль при ишемии. И поэтому мы, не только PH-чувствительность, но и тому, что все-таки эффективность трансфекции не всегда достигает большого количества, по сути дела, в клетках. Поэтому то, о чем я сейчас буду рассказывать, в основном мерилось у нас таким зондом, как дигидроэтидиум, который, окисляясь, становится красным. То есть, мы не можем мерить уровень, скажем, окисления, но мы можем измерять скорость окисления. То есть, поэтому вот таким вот образом. То есть, это такая типичная кривая скорости окисления дигидроэтидиума, который мы, собственно, принимаем уже как скорость образования активных форм кислорода, преимущественно супероксидом, опять же, преимущественно. И вот эта вот кривая, то есть, когда-то мы попытались привести условие, так называемое, oxygen glucose deprivation, то есть, когда нейроны оказывались у нас в бескислородной среде и без глюкозы, то есть, как раз, скажем, такая модуляция ишемических условий, когда нету доступа к крови и нету доступа, ну, то есть, кислорода и нету доступа глюкозы в мозг. И что мы получали? То есть, мы хотели просто увидеть, будет ли активация продукции активных форм кислорода. И обнаружили, что все не так просто, потому что у нас образовался вот так многофазный эффект. То есть, как мы видим, то, что скорость, она не однообразно идет. И причем явная активация после начала окисления. И нам надо было, то есть, мы перевели это к форме DF, DT, то есть, ну, грубо говоря. И у нас получилось три пика, как мы видим. То есть, первый пик практически активации сразу после того, как появилась вот тут самая ишемия. И второй, он где-то в порядке, там, двадцати минут. И, ну, и самое главное, самый мощный пик у нас был во время реоксигенации. То есть, у нас не одна ступень производства активных форм кислорода, а их три, включая реоксигенацию. То есть, один из них мы исключили практически достаточно быстро, обработав клетки FCCP разобщителем, что привело к такому, причем это малая концентрация FCCP. И поэтому, то есть, у нас и получилось то, что мы перестали видеть первую фазу. Это говорит о том, что первая фаза производства активных форм кислорода происходит за счет производства их в митохондриях. Более того, то есть, если мы посмотрим, то есть, существует много схем, как это все происходит, но все померили и другими зондами, такими, как метасокс, то есть, вот эта вот типичная картинка клеток загруженных. Это человеческие нейроны, загруженные зондами метасокс. Мы видим, что они могут располагаться как, в принципе, сигнал как в митохондриях, так, к сожалению, и в ядре. Поэтому, что ставит вообще вопрос об использовании этого зонда, где-то в клетках, в смысле, в методах, не использующих визуализацию. То есть, мы не можем его использовать, как в обычных флюориметрах, поточных, неважно как. То есть, но, тем не менее, и мы провели комбинацию вот с зондом, таким, как родомин 123, это метахондриальный зонд, когда мы видим, что этот липофильный, он полностью зависит от метахондриального потенциала, и выбрасывается у нас цитозоль при дополяризации метахондрии, что мы видим, как увеличение сигнала в цитозоле. И, так вот, когда мы проводили совместное вот это вот измерение родомина 123 с метахондриями, мы обнаружили, что налицо у нас, в принципе, совпадение вот этой вот первой фазы. То есть, и она, эта первая фаза, существует только в момент первичной деполяризации метахондрии, что очень важно, что говорит о том, что у нас активные формы кислорода производятся именно вот в этот вот первый момент, то есть, когда у нас происходит только исчезновение, ну, в принципе, кислорода, доступ к кислороду для метахондрий. И в дальнейшем, когда метахондрии уже полностью деполитризованы, то есть, они перестают производить активные формы кислорода. Что важно, второй этап, то есть, проведя ингибиторный анализ, мы обнаружили, что второй этап, он напрямую связан у нас с ингибированием фермента, который называется ксантиноксидаза. И это связано с обычным каскадом, который, в принципе, энергетическим каскадом, то есть, когда у нас в клетках не хватает сначала, ну, то есть, сначала потребляется АТФ, АДФ до АМФ, аденозин, инозин, гипоксантин, и происходит вот эта вот реакция ксантиноксидазы, то есть, запуск ксантиноксидазы. То есть, этот путь был описан достаточно давно уже, но, тем не менее, он четко срабатывает при недостатке, ну, то есть, при какой-то такой энергетическом недостатке. И мы убедились, что, да, именно это приводит, то есть, активацию ксантиноксидазы, она запускается у нас, обращая внимание, где-то минут через 20, и это связано с потреблением АТФ, то есть, у нас в этот момент, то есть, мы провели здесь достаточно такое комплексное, комплексную загрузку разными, то есть, у нас здесь и кальциевый зонд, как мы видим, и НДА-1, и у нас дигидроэтидиум, и зонд магнезиум-глин, то есть, который позволяет мерить концентрацию магния, который, я извиняюсь, напрямую связан с концентрацией АТФ, потому что у нас все, то есть, АТФ существует как магниевая соль, и при гидролизе АТФ у нас высвобождаются, и мы видим, что как раз пик у нас совпадает с возрастанием достаточно большим концентрации магния, то есть, таким образом, все, что связано со второй фазой запуска активных форм кислорода, она связана с достаточно длительным уже воздействием ишемии на энергетическую часть, в принципе, то есть, когда у нас происходит запуск антиноксидаза. Но и что важно, что самый главный и самый большой всплеск продукции активных форм кислорода у нас происходит при реоксигенации. И вот она, что важно, происходит во время, она связана с запуском фермента надфосфаташоксидаза. И мы видим, что этот фермент у нас, запуск этого фермента, похоже, связан с кальциевой сигнализацией в этот момент, и в бескальциевой среде этой активации реоксигенации не происходило. Так вот, фермент, это целое семейство ферментов надфосфаташоксидаза, и в головном мозге в основном экспрессируется, это второй тип классическая надфосфаташоксидаза, так называемая NOX-2, которая имеет основу свою, это субъединиться GP91, то есть GP91, и именно поэтому, то есть она прекрасно экспрессируется в астроцитах, в меньшей степени в нейронах, и что важно, что происходит вот такой вот, при ишемии происходит у нас запуск кальциевого сигнала, как в астроцитах, так и в нейронах, и в том числе, этот кальциевый сигнал, особенно в астроцитах, может прекрасно запускать фермент надфосфаташоксидаза, мы можем блокировать его в бескальциевой среде. Что важно, то есть что мы можем заблокировать этот кальциевый, основную активность этого фермента, как блокаторами NMDA-рецепторов, но также, и когда мы выключали у нас и сам фермент в нокауте, то есть нокаутные клетки по GP-91, то есть NOX-2, то есть они практически не вызывали вот такой мощного роста надфосфат, ну, запуска активной формы кислорода при ишемии. Почему, собственно, мы так много времени потратили на выяснение этих механизмов, это очень важно по ряду вопросов, но самый главный вопрос, конечно, возникает при любом исследовании, собственно говоря, все эти изменения, имели ли они место, то есть, может быть, происходили какие-то достаточно малые изменения, или все, что мы видим, приводит к окислительному стрессу. Окислительный стресс, опять, это у нас в основном изменение баланса, скажем так, между антиоксидантной системой и производством активной формы кислорода. И основной антиоксидант, то есть, который мы здесь мерили зондом, монохлоробимайн, он вот нам дает вот такую вот картинку и свечение, то есть, мы видим, что здесь у нас происходит, то есть, мы видим здесь как нейрон, так, я извиняюсь, как нейроны, так и астроциты, сейчас еще раз запущу, первые линии это астроциты, а дальше в фокусе мы видим появляющийся нейрон. Нейроны всегда гораздо более темные в плане антиоксидантов, то есть, в основном у нас происходит этот биосинтез глутатиона в астроцитах, и они поддерживают нейроны, то же самое, гамма-глутаминцистеином, то есть, это предшественникам глутатиона. Так вот, что мы, когда мы начали исследовать, вообще, собственно говоря, приводят ли у нас это к окислительному стрессу, насколько низок у нас глутатион, и действительно очень сильно ишемические, ну, вот эта 30-40-минутная ишемия, или химическая, вызванная у нас блокадой, всеми этими ингибиторами, как мы видим, например, цианидом и олигомицином, либо, собственно говоря, реально, когда мы просто замещаем кислород аргоном, и мы видим, что очень сильно происходит замещение, причем, посмотрите, в астроцитах и в нейронах это происходит по-разному, и что важно, что когда мы попытались заблокировать производство активных форм кислорода ингибиторами над фосфаташоксида за пацинином, или ксантиноксида за оксипиринолом, то есть у нас ситуация менялась, то есть да, действительно, мы можем защитить в какой-то мере клетки от окислительного повреждения, блокируя эти ферменты. Но, что важно, что когда мы попытались посмотреть клеточную гибель, у нас происходила клеточная гибель, опять же, из-за ишемии и реперфузии, и самое главное, что мы можем защитить, но в основном наиболее эффективным являлся на блокадах производства активных форм кислорода при реперфузии. То есть в этот момент происходит наиболее мощное окислительное повреждение, и мы можем защитить это ингибиторами над фосфаташоксидазы. Но, что я хочу сказать, что это, по сути дела, вот эти исследования, про которые я говорил, они происходили достаточно длительное время назад, и вроде бы уже сейчас эта работа, наша работа как-то в какой-то мере признана, и понятно, что это уже не вызывает какое-то удивление, что да, это трехфазная какая-то активность, но возникает множество проблем с ишемией, которые, собственно говоря, ишемией не являются. Так вот, одна из наиболее крупных проблем в нейрологии является отравление угарным газом. более того, угарный, даже вот 67% выживших после отравления угарным газом, у них наблюдаются серьезные проблемы, связанные с движением, с ментальностью, то есть, по сути дела, это очень серьезная проблема, причем это проблема не уменьшающаяся, то есть, кажется, вроде бы мы перестали там топить печки в домах, но тем не менее, эта проблема никуда не делась, то есть, и в условиях большого города она пока, к сожалению, только увеличивается. Так вот, при этом происходит потребление, происходит повреждение, извините, происходит приблизительно так же, как и при ишемии, реперфузии. Но, что самое главное, что самое главное, что одним из условий вообще при возникновении такого повреждения является то, что угарный газ, соединяясь с гемоглобином, образует диоксигемоглобин, который, в принципе, не переносит у нас кислород. Но это мало того, сам угарный газ, карбон моноксайд, он связывается с цитохромом С и является и блокадром дополнительно нашего митохондриального дыхания. То есть, практически у нас происходит своеобразное химическое и не только химическое, так как, в принципе, доставки кислорода нет, ишемия. То есть, вот таким образом у нас происходит, то есть, человек находится в атмосфере кислорода, все замечательно, но в этот момент у него полная блокада, то есть, ишемическая. И что интересно, то, что вот я только что рассказывал все, что у нас связано с ишемией, мы тут видим, что вот и нейроны, и астроциты, вот здесь, они по-разному у нас отвечают. Вот с левой стороны это у нас астроциты отвечают, мы увидим, что полностью очень быстро происходит у нас активация продукции активных форм кислорода, и при реоксигенации, что самое интересное, происходит такое же мощное увеличение. Что главное, что механизм приблизительно одинаков, то что мы видим, что все это может быть достаточно сильно заблокировано ингибитором надфосфата ашоксидазы ABCCF, то есть это один из ингибиторов. Что важно, что вот опять все это происходит в основном при оксигенации. В данных условиях мы уже использовали и метахондриальный антиоксидант, ну его формально можно назвать все-таки антиоксидантом Майтотемпа, но он также вызывает мягкое разобщение и возможно, что он тоже в какой-то мере работает. Но что важно, опять, что основной, пожалуй, и важной фазой является фаза реоксигенации, то есть когда карбон, извините меня, угарный газ уже удален с системой, мы видим мощный вот второй рисунок, вторая панель это нейроны, обратите внимание, насколько мощная активация происходит активная форма кислорода при реоксигенации в этом случае, который, по-видимому, приводит к гибели нейронов. Что важно, что это всегда связано у нас с окислительным повреждением, то есть, когда измерялся перекисное окисление липидов вот этим зондом C11 BodyP, то же самое происходит, очень мощная активация перекисного окисления липидов скоростью, то есть, окисление как в нейронах, так и астроцитах, и, что важно, что опять этот процесс мы можем блокировать ингибитором надфосфата шоксидаза ABCCF. Опять же, что касается эндогенного зонда, в смысле, извините, эндогенного антиоксиданта, измеренного зондом Monochlor-B-Mind, мы видим, вот даже по яркости рисунков в этих панелях, мы видим, насколько сильно у нас меняется уровень глутатиона, восстановленного в нейронах и астроцитах, и насколько вот яро контрольный рисунок, настолько вот идет все вниз, и мы видим, что на самом деле достаточно успешно оно блокирует, в какой-то мере может быть восстановлено ингибиторами эксантиноксидаза, алопиринолом и ABCCF. Мы использовали достаточно большой выбор ингибиторов и антиоксидантов, самое интересное, что действительно антиоксиданты не оказывали такого большого воздействия, такие как тролокс, и мы сам темпы скатолаза использовали, не только метафендриальное темпо, и ингибитор даже монаминоксидаза, то есть, которые практически ничего не делали. И когда исследовалась клеточная смерть, мы видим, что в принципе мы можем достаточно успешно бороться с сгибелью нейронов при действии угарного газа, но успешно мы можем это делать практически по-настоящему только с ингибированием фермента надфосфат ашоксидаза, потому что не метафендриальный антиоксидант и ингибитор эксантин оксидаза и лимон аминоксидаза имеет какое-то воздействие. То есть, практически у нас есть только темпы. И ну, все, что я говорил до этого, оно имеет в какой-то мере патологическое применение. Ну, то есть, это патология, связанная с каким-то уже превышением у нас скажем так, производства активной формы кислорода или нарушением нашей эндогенной антиоксидантной системы. Но, тем не менее, то есть, с ишемией о какой-то мере или мы связываемся ежедневно во время, к примеру, физических упражнений, вот таких вот, как вот здесь бег, или мы просто поднимаемся по лестнице, то есть, мы волей-неволей начинаем быстрее дышать. То есть, это ответ, наш физиологический ответ на недостаток, ну, прежде всего, кислорода. То есть, мы выполняем какую-то работу, нам нужно потреблять больше кислорода, для того, чтобы больше кислорода потреблять, нам нужно более активно дышать. Поэтому мы более активно и дышим, и регуляция этого дыхания, она происходит у нас в основном клубичковых телах, но вот работа, про которую расскажу, то есть, показала, что это связано не только с ними, а также связано с астроцитами, потому что, то есть, если мы полностью перекроем, к примеру, эти гломусовые клетки, и то по-прежнему ответ на ишемию дыхательный, он, тем не менее, все равно частично наблюдается. И вот, что интересно, что когда мы меняем парциальное давление кислорода как там, как в гломусовых клетках, так и в астроцитах, происходит запуск кальцевого сигнала, который в дальнейшем приводит к активации дыхания. То есть, стал вопрос, а за счет чего, собственно говоря, это дыхание происходит? Ну, прежде всего, стал вопрос, а каков механизм этого кальцевого сигнала? То есть, если мы ответим, нам станет ясно, какой механизм, в принципе, кислородной рецепции, по сути дела, в этих клетках. И ответ, там, допустим, когда гипоксия вызывала ответ, что интересно, в блокадо проходило, когда мы все это блокировали топсигаргином, ну, опять же, либо всеми этими ингибиторами, как ЭП3 рецепторов, так и фосфолипазы С. И, ну, что интересно, что очень важно, по сути дела, то есть, мы знаем просто источник, откуда все это происходит. Но, что интересно, что гипоксия может вызвать быстрый такой пик в контроле, но мы были удивлены, когда совершенно, ну, скажем так, непреднамеренно мы заблокировали эту гипоксию к митохондриальным разобщителям FCCP, который, в принципе, является у нас протонофором, и он же вызывает мягкое, ну, вот разобщение, как я уже показывал. И что важно, то есть, нам стало ясно, что митохондрии в данном случае играют очень важную роль, и если вы посмотрите одновременно измерение кальция, кальциевого сигнала иродомина 123-го, то есть, опять же, я уже говорил про этот зонд, это зонд, по которому мы можем мерить митохондриальный мембранный потенциал, деполяризация митохондрии происходит раньше, чем запускается кальциевый сигнал в ответ на гипоксию, и что важно, то есть, у нас проходит вот в несколько этапов, то есть, в принципе, эти эпизоды могут повторяться, и мы из раза в раз мы видим вот такой вот запуск сначала митохондриальной деполяризации, а потом, собственно говоря, сам сигнал. И что интересно, опять, померив митохондриальные активные формы кислорода, мы убедились, что мы можем это заблокировать как FCCP, так и митохондриальным антиоксидантом MITAQ. И что, опять, то же самое происходит у нас с перекисным окислением липидов. Но, что важно, по сути дела, что каскад, то есть, в дальнейшем, то, что перекись окисленные липиды запускают фосфолипазу С, которая, в принципе, активирует продукцию IP3, запуск IP3-рецепторов и кальциевый сигнал. И действительно, ответ на гипооксию может быть заблокирован митохондриальными антиоксидантами MITAQ. Таким образом, мы видим, что активные формы кислорода, ну и включая даже уже сопутствующие дальше и перекисное окисление липидов, которое почему-то всегда считается что оно в принципе признак достаточно такой большой патологии. На самом деле они могут играть роль вот в таких сигнальных молекул и играют роль в такой даже базовом ответе, как наш физиологический ответ на дыхание. Ну и опять же, наверное, слишком большое количество антиоксидантов, то есть оно может быть и хорошо, когда мы говорим про защиту от какой-то там, например, нейродегенерации и еще что-то, хотя клинические испытания показали, что они не работают, но зато они могут вот блокировать в какой-то мере наше дыхание и ответ на ишемию. То есть вот такая приблизительно схема, как это может происходить. То есть у нас падает кислород, происходит деполеризация производства активных форм кислорода, окисление липидов, запуск фосфолипазы С, IP3 и выпуск высвобождения кальция из ретикулума и запуск кальциевой сигнализации, которая в дальнейшем приводит к нашему физиологическому ответу. Вот таким образом, то есть понятно, что эта работа, то, что я показываю, происходила достаточно длительное время, то есть это все-таки разное, это и все люди, которые вовлечены, и фонды, пожалуй, но это и вот институт нейрологии в Лондоне, в котором все это делалось. Так что спасибо большое за внимание. Большое спасибо за лекцию. Хотел задать вопрос насчет повышения активности ростов при реперфузии. Нам на занятиях по биохимии в качестве объяснения данной третьей реперфузионной волны предлагали следующую гипотезу. Ввиду того, что при гипоксии электронная цепь как бы встает, на третьем комплексе накапливается большое количество семихинона, который третий комплекс, как мы знаем, стабилизирует. Это фактически свободный радикал. И при реперфузии дыхательная цепь как бы запускается, и с третьего комплекса электроны начинают лететь хаотично, беспорядочно на, например, мембранные либиды. Насколько эта гипотеза экспериментальна? Есть основания полагать, что она действительно верна? Ну, я думаю, что, естественно, это однозначно имеет место. То есть, я полностью соглашусь с вашими преподавателями. Но в то же самое время из того, что вот я вам показывал, я вам показывал тоже данные, которые практически все получены экспериментально. и то есть оно присутствует, но все-таки это производство активной формы кислорода непосредственно в митохондриях при реперфузии, оно значительно более маленькое по сравнению с производством в надфосфатах оксидаза. То есть, это просто несравнимо. Ну, так же, как мы не можем сравнить, по сути дела, производство этих, ну, производство в целом активной формы кислорода и супероксиды неона непосредственно в надфосфатах оксидазе и митохондриях. Поэтому у нас это прекрасно блокировалось, опять же, ферментами надфосфатах оксидаза, но не митохондриальными ферментами. А почему именно происходит при активации непосредственно надфосфатах оксидаза именно при реперфузии, а не раньше? Ответ очень простой. Дело в том, что коэффициент связывания с кислородом у надфосфатах оксидаза, он где-то порядка 15 мм ртутного столба. То, что мы говорим сейчас, оно все достаточно более глубокое, это там порядка ниже двух, потому что с митохондриями, с цитохромом это происходило ниже двух миллиметров ртутного столба. То есть, как только у нас появляется кислород, фермент, который уже по сути дела активирован, он просто начинает производить это все. Понял, благодарю. И второй, правильно ли я понял, что гиперактивация оксидазных ферментов, таких как надаш оксидаза, происходит в третью волну прежде всего за счет повышения уровня кальция внутриклеточного, будь то астроциты или нейроны? Ну, во всяком случае, я подозреваю, что не только, но тем не менее, в бескальцевой среде мы этого не наблюдали. Поэтому, что предполагает, что, допустим, скорее всего, в нейронах, которых происходит запуск за счет открытия НМДА-рецепторов, это происходит в основном за счет этого, да. Происходит ли в таком случае волны гиперактивации данных ферментов при, скажем, обыкновенных потенциалах действия или других причинах, при которых в нормальной физиологии уровень кальция мог бы возраститься за плазму? Ну, вот тут как раз очень хороший вопрос, потому что как раз вот вторая часть моей лекции, я говорил о каких-то физиологических процессах. Да, уже показана вовлеченность надфосфата ашоксидазы в достаточно большое количество сигнальных процессов непосредственно, которые связаны и координируются в том числе глутаматными рецепторами, то есть существует уже достаточно большое количество публикаций. Возможно, они есть, но то, что мы говорим про большую, ну, скажем, вот такую патологию и большое производство активных форм кислорода, как происходит при реперфузии, по-видимому, такое волнами, наверное, происходить не может. И когда мы говорим о надфосфата ашоксидазе, мы помним, что прежде всего должна произойти сборка этого фермента, то есть он все-таки мембранный и цитозольный, и после сборки он может быть активирован, непосредственно активирован, я имею в виду, когда у нас происходит, у нас есть наличие кислорода и всего остального. Понял, спасибо. Спасибо. Добрый день, также спасибо большое за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос относительно роговицы. Это сосудов нету в роговице, значит, и она покрыта слезой, через которую, как считается, поступает и кислород. но часто происходят случаи, когда слеза пересыхает и эпители, поверхность роговицы, они оголяются. Скажите, что вы можете сказать относительно изменения парциального давления в данном случае, когда роговица покрыта слезой и когда она оголяется и доступна для атмосферного кислорода? Спасибо за вопрос. Мне достаточно сложно судить, к сожалению, опять, это не совсем, скажем так, моя эра экспертизы, но тем не менее, я могу предположить, ну, опять, даже из того, что происходит непосредственно при переходе как раз вводной фазы и в принципе самого кислорода. Естественно, кислород, уровень кислорода в данном случае должен очень сильно меняться, но просто вопрос и понятно, что доступ кислорода тоже будет очень сильно меняться, потому что у нас слеза, по-видимому, выполняет роль скажем так, такого буфера в данном случае в регуляции снабжения кислорода. по самой роговице. И каким образом там могут запускаться все эти ферменты, видимо, экспрессия многих ферментов, находящихся там, все-таки, наверное, она отличается от ферментов уже непосредственно клеток, про которые я сегодня рассказывал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, у нас еще есть вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вопрос возник по поводу второго пика производства активных хромокислорода. Насколько я понял, он продуцируется за счет ксантиноксидазы при опустошении полу-АТФ в клетке. Но ксантиноксидаза это же фермент фактически, который участвует в метаболизме нуклеотидов. Если в клетке осталось так мало АТФ, почему он еще скидывается на метаболизм, а не расходится на какие-то энергетически зависимые процессы? Да, спасибо большое. На самом деле мы все-таки говорим непосредственно про ксантиноксидазу, то есть я имею в виду про сам ксантин. Понятно, что это длительный процесс, который я там показал, и опустошение происходит порядка допустим во всяком случае в нейронах и в астроцитах этот процесс занимает порядка 20 минут. Он опять же этот процесс также очень интересен и понятно, это все равно часть какой-то энергетической цепочки, и поэтому в принципе мне сложно представить, чтобы он расходовался в другую сторону в отсутствии кислорода, но тем не менее вот вопрос про ксантиноксидазу гораздо более, я бы сказал, глубже и интереснее, чем просто расходование ксантинов, в данном случае. Дело в том, что все гораздо интереснее, потому что тот процесс активации, который происходит, при котором ксантиноксидаза начинает производить активные формы кислорода, он происходит практически в бескислородной среде, то, что я показывал, и он происходит в среде, где уровень кислорода гораздо ниже, чем 2 мм ртутного столба, поэтому у нас в митохондрии практически полностью дополяризованная. Поэтому возникает, естественно, вопрос, откуда, собственно, ксантиноксидаза берет кислород для производства супероксид, ну, опять же, того же самого, или гидроперекиси. И, по-видимому, это связанный кислород в данном случае, но, тем не менее, вот оно запускает. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Да, вот здесь есть. Дмитрий Борисович Зоров хочет спросить. Я хотел бы еще, но не то, что помочь Андрею Юрьевичу в ответе на первый вопрос. На самом деле, Андрей Юрьевич показал то, что первая фаза как раз связана с это метафедральный ответ. И вот тут-то как раз в дополнение к тому, если вы помните мою вчерашнюю лекцию, хоть кислорода мало, но есть мембранный потенциал. И вот когда Андрей Юрьевич в его экспериментах сбросил мембранный потенциал разобщителями и тем самым окислив все компоненты дыхательной цепочки, включая обисимихинон, о котором шла речь, вот тут-то и пошла, вот тут он сбросил. Поэтому вот сбросил всю вот эту первую фазу. Поэтому именно первая фаза как раз в первой фазе вот тот механизм, о котором говорил молодой человек, имел место. Вот и все. Спасибо. Спасибо за комментарий.